В эфире программа Актуальное интервью. С вами Роман Выстероп. Здравствуйте. И о главном. На территории Ставропольского края успешно реализуется национальный проект производительность труда. Предприятия, которые приняли в нем участие, отметили повышение рентабельности и улучшение своих финансово-экономических показателей. И вот сегодня мы более подробно с нашим гостем обсудим и поговорим об итогах реализации проекта производительность труда за 2022 год. У нас в студии директор фонда содействия инновационного развития Ставропольского края Вячеслав Черниговский. Вячеслав Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии уже в новом году. И вот теперь будем подводить итоги за 2022 год. Но для начала давайте поговорим о национальном проекте производительность труда. Кто инициатор, куратор проекта, каковы цели проекта, какие осуществляются мероприятия в рамках проекта производительность труда в Ставропольском крае и что входит в меры поддержки предприятий? В Ставропольском крае куратором национального проекта является Министерство экономического развития Ставропольского края. Сам национальный проект делится на два федеральных проекта. Это системные меры производительности труда, поддержки производительности труда и адресная поддержка производительности труда на предприятиях участников национального проекта. Сразу скажу, что данный национальный проект и, собственно, те два федеральных проекта, которые являются частью этого национального проекта, это не прямые финансовые меры, это меры поддержки, которые позволяют предприятию увеличить свою экономическую составляющую в виде снижения затрат, которые непосредственно влияют на выпуск производимого товара, продукции или услуги, при внедрении инструментов бережливого производства и, собственно говоря, при применении методологии бережливого производства, которые в рамках данной деятельности применяются, если это можно в сравнении сравнить по моделям, например, европейской модели или американской модели, в наших, так сказать, методологиях, которые к нам доведены и которые мы используем, которые были предоставлены федеральным центром компетенции, который является оператором федерального проекта адресная поддержка производительности труда, так вот, методология предполагается и используется точнее методология, которая была взята в Японии, то есть тойотовская методология. Применение инструментариев и методологии бережливого производства. Интересно. Ну вот, как Вы сказали уже, два федеральных проекта входит, ну, состоит она из двух федеральных проектов. Вот давайте начнем с системных мер. Что это? Системные меры поддержки производительности труда предполагают несколько программ, которые направлены на обучение и увеличение компетенций среди участников национального проекта. К таким программам относится самая, наверное, такая крупная программа, которая реализуется в рамках системных мер производительности труда, это обучение по программе «Лидеры ПРО». В простонародье мы ее называем между собой, все участники, реализующие этот проект, это такая мини-МБА. Рассчитана программа на обучение топ-менеджмента компаний. Обучение проходит порядка шести месяцев, также предусмотрена и стажировка на предприятиях. Достаточно такая плотная образовательная программа, которая проходит в Москве. Ну и, собственно говоря, опять же, для предприятий участников национального проекта обучение своих сотрудников по этой программе предоставляется за счет как раз-таки федеральных средств, ну то есть на безвозмездной основе. Компании тратятся исключительно для того, чтобы направить своего сотрудника в командировку в тот период, когда вам будет проходить обучение. Второе направление, которое реализуется в рамках этих системных мер, опять же, это не финансовые меры поддержки, это обучение, которое проводится на площадке или совместно с российским экспортным центром и направлено на то, чтобы дать знания и компетенции для предприятий, которые хотят выводить свою продукцию на экспорт. Соответственно, там регулярно и постоянно вносятся какие-то изменения, новые рынки, новые страны, везде есть определенные, так сказать, технологии. И вот российский экспортный центр обучает персонал участников национального проекта для того, чтобы те, в свою очередь, грамотно и правильно выводили свою продукцию на экспорт. И достаточно неплохо набирает, скажем так, обороты в рамках системных мер. Еще одно направление, которое у нас идет под гидой и крышей WorldSkills, это развитие компетенций и стандартов WorldSkills по рабочим профессиям. Это вот такие базовые, скажем так, три направления, которые реализуются в рамках системных мер. Помимо этого, конечно, также проходят различного рода конкурсы. Например, вот в прошлом году от нашего края участники национального проекта от нашего края подавали заявки на различного рода конкурсы по различным номинациям. Сначала этот конкурс проходил на региональном уровне, то есть на территории Ставропольского края. После этого были отобраны выбранные компании, которые явились победителями регионального этапа, и их заявки были направлены дальше уже на участие в федеральном конкурсе по различным номинациям. И по итогам проведения данного конкурса три компании от нашего края, Ставропольского края, стали призерами, обладателями вторых и третьих мест в этих конкурсах, скажем так, федерального уже уровня. Это очень серьезный, на наш взгляд, результат, такой стимулирующий механизм для того, чтобы на предприятиях более активно начинали заниматься и применять инструментарии бережливого производства. В позапрошлом году, то есть в 21 году у нас одна компания явилась участником подобного рода федерального конкурса, заняв третье место. А в этом году, в прошлом, я имею в 22 году, уже, соответственно, три компании, и три они являются финалистами. Мы считаем, это очень серьезный, хороший результат для нашего края. Что касается, допустим, той же программы лидеры производительности, у нас за прошлый год более 35 человек прошли обучение по программе лидеры производительности. Эти программы, конечно, не безразмерны, они имеют определенные квоты, но, тем не менее, достаточно активно наши участники национального проекта пользуются в том числе и этими программами. Вот еще один стимул, чтобы попасть как раз в кувоту, хорошо работать, чтобы работать еще лучше, потом повысить свои, скажем так, прокачать свои скиллы, свой скилл. Ну, то есть, получается, что основное направление улучшения производительности труда направлено на то, чтобы повысить квалификацию уже тех сотрудников, которые работают на предприятии. То есть, для тех, ну, в этом и выгодно, чтобы участвовать в этом для предприятия. Ну, на самом деле, если мы будем уже, конечно, говорить, ну, скажем так, о выгоде, да, участие. Выгода, участие предприятие заключается, конечно, не только в том, чтобы увеличить свои компетенции. Основная, конечно, выгода у компании, участника национального проекта возникает тогда, когда специалисты регионального центра компетенции, демонстрируя, за счет каких действий, применяя подходы бережливого производства, можно повлиять на более эффективное использование собственных ресурсов. Ну, если я уже так, скажем так, простыми совсем словами попытаюсь объяснить. То есть, когда предприятие становится участником национального проекта, в теории, любое предприятие, если обладает определенной стратегией своего развития, пониманием, куда и как двигаться, как ему развивать, там, завоевывать рынок и так далее, и так далее, в любом случае стремиться к развитию, к увеличению. Развиваться можно разными направлениями и разными технологиями. Кто-то вкладывает деньги и потом пытается оттуда получить какую-то отдачу, кто-то их там аккумулирует где-то на других счетах и оттуда получает определенные бонусы, скажем так, да. А можно, используя те же самые ресурсы, которыми сегодня обладает или обладали вчера, без особых финансовых вложений, иметь больше экономические результаты. Вот сама концепция, если это можно так сказать, или подходы бережливого производства, они заключаются в том, и в принципе вся наша деятельность направлена на том, чтобы мы могли со своей стороны, оказывая вот эту вот консалтинговую услугу в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка производительности труда», продемонстрировать предприятию, что предприятию не надо особых финансовых затрат сегодня нести для того, чтобы увеличить, допустим, свои производственные мощности. То есть наша задача прийти, посмотреть и определить, научить, подсказать и экспертно продемонстрировать, то есть повести условно-рек коллектив, может быть грубо сейчас, но тем не менее, повести коллектив к достижению поставленной задачи, но с минимальными финансовыми затратами. Скажем так, направить. Направить. За счет чего? Это направление возникает за счет того, что вот, как я уже говорил, в подходах бережливого производства, они, в принципе, очень понятны и четко сформулированы и определены. Бережливые подходы заключаются в том, чтобы в любом процессе, какой бы мы с вами не производили, возникает определенное количество потерь. Они классифицируются, они имеют четкое определение. Так вот, задача при бережливых технологиях и подходах – выявить эти потери и минимизировать. А в идеальном варианте вообще исключить. То есть, другими словами, у каждого действия есть, при совершении точнее каждого действия, есть, ну скажем так, определенные подходы, характеризующие выполнение наших работ. То есть, это значимая работа, она, собственно говоря, и самая ценная, которая характеризует любое действие, которое бы ни производил человек, оборудование, что-то еще. А незначимая работа, без которой, ну, не обойтись при выполнении поставленной задачи и потери. Так вот, задача бережливых технологий, бережливого производства заключается в том, чтобы ликвидировать эти потери, сократить незначимую работу и оставить только значимую работу. И вот, если это получается сделать в любом процессе, в любом технологическом процессе, если технологический процесс, можно применять, это и офисные процессы, там, при производстве, я не знаю, там, продаже чего-то, там, да, оборудования какого-то, там, или зерновых культур, ну, то есть, неважно, да. Или, если мы выпускаем, там, хлебобулочные изделия, это тоже технологический процесс. И вот, если мы анализируем этот технологический процесс, и на каждом этапе этого технологического процесса, разбивая его на сегменты, мы выделяем вот эти вот, находим вот эти вот потери, их устраняем и сокращаем вот эту незначимую работу, то, соответственно, ценность и себестоимость выполняемой работы, она будет ниже. Если, ну, так, совсем привести какой-нибудь пример, такой простой, да, из жизни, например, ну, вот, я не знаю, производим... Давайте тот же хлеб, вот как модно. Производим хлеб, да, хорошо. Давайте возьмем такой пример, но, опять же, хлеб, его надо вырасти. Да, если мы берем процесс, вот, выращивания и так далее, и так далее, ну, возьмем для примера, ну, какой-нибудь из, там, окончательных вариантов уборка. Ну, или даже пусть даже не уборка, пусть даже на стадии, когда идет подкормка, вот там, я не знаю, того, что называется всходами, как их можно там назвать. Соответственно, ценность в чем заключается? Когда выходит комбайн на поле, его ценность заключается в том, чтобы он вносил эти самые удобрения. Вот, собственно, вот эта ценность работы при внесении удобрений в почву, или, там, при опрыскивании и так далее, и так далее. Вот это значимая работа. Незначимая работа у любого механизма, в том числе у этого комбайна, там, или пусть это будет какая-то там селка, или, там, поливной какой-то трактор и так далее, у него есть емкость. То есть он не может постоянно ходить по полю и просто вносить удобрение. Его надо заправлять, его надо загружать, там, сыпучее это, или это жидкий, раствор и так далее. Соответственно, когда его заправляют, соответственно, без этого обойтись невозможно. То есть это уже незначимая работа, но без нее выполнить внос удобрений невозможно. Вот как сократить количество времени для того, чтобы заправить комбайн? Вот мы занимаемся, в том числе, и анализом вот таких вещей. Плюс, ко всему прочему, при, опять же, внесении этих удобрений возникает потери. Например, потери с простоем. Или для того, чтобы внести эти удобрения, у нас одновременно на этом же клетке, поле, находится, ну, порядка, там, десяти человек и трех единиц техники. Техника, которая просто стоит в этот период времени, она просто стоит. Это потеря, которая не добавляет ценности процессу удобрения. Соответственно, вот работа заключается в том, чтобы минимизировать вот эту вот незначимую работу, увеличить значимую работу. А если мы увеличиваем значимую работу, что происходит одновременно? Одновременно у нас происходит сокращение времени протекания этого процесса. Ну, то есть, условно говоря, если мы не анализируя, не применяя подходы бережливого производства, мы можем одну клетку поля вносить это удобрение, грубо скажу, да, условными единицами в течение, там, десяти часов, то, применяя бережливые технологии и инструменты бережливого производства, мы эту же самую клетку можем уже внести удобрение не в течение десяти часов, а в течение восьми часов. Чем интересен и хорош этот национальный проект эти подходы? Все действия, которые производятся, они имеют выраженную единицу. То есть, это не вымышленные какие-то единицы, которые мы можем, там, применить, опять же, в тех же условных единицах. Если мы говорим о сокращении времени протекания процесса, то мы говорим о времени конкретным, четком. Если мы сократили время протекания процесса, естественно, мы это потом пересчитываем в затраты, которые мы сэкономили в течение тех же, грубо говоря, двух часов, на примере которых мы сейчас с вами рассматривали. А если мы теперь пройдем по каждой цепочке выполнения технологического процесса, то, соответственно, мы из общего количества времени, который выделяется, ну, даже возьмем тоже пшеницу, от посева до уборки и проанализируем всю цепь, где проанализируем, какое количество людей работает, что они выполняют, какое количество техники у нас используется, насколько эффективно эта техника используется и применяется. И вот анализируя, анализируя, анализируя всю эту работу, и потом, более того, еще и смотрим, где у нас возникла проблема, которая не позволила нам быстрее это выполнить. Вот та самая потеря, с которой мы спотыкаемся. То есть, получается, мы систематизируем, структурируем, не тратя время на лишнее, опять же, на лишние действия. На лишние действия, да, которые не дают. Совершенно верно. Как раз-таки вот лишние действия, вот правильная формулировка, это одна из разновидностей потерь, которые совершает человек в результате выполнения своей работы. На самом деле, все очень просто. Это можно применить где угодно, даже в быту. В любых процессах, в любых, да, в быту иногда вот у нас мы... Сколько мы тратим очень много времени, кажется, мы ничего не успели сделать, а если бы мы все делали, просчитали, можно было бы сделать достаточно больше. Да, достаточно больше дел. Мы сделали бы по-другому и более эффективно. И эффективно, да. Возможно, да. И добиваться больших результатов, там, личного роста и так далее. Действительно. Вот мы с вами сейчас тоже один момент, чуть вернемся, наверное, назад. Как осуществляется адресная поддержка предприятий участников? Есть ли статистика? Да. Очень важный такой вопрос на самом деле, потому что вот когда мы говорим о меры государственной поддержки в рамках данного национального проекта, то, наверное, один из, ну, на мой взгляд, опять же, самых эффективных мер государственных поддержки, это вот как раз-таки заключается в реализации федерального проекта «Адресная поддержка производительности труда». В чем она, собственно говоря, и заключается? В рамках реализации данного федерального проекта в Старопольском крае, как и в других субъектах, которые стали участниками национального проекта, были сформированы региональные центры компетенции в сфере производительности труда. У нас непосредственно это в сфере производительности труда Старопольского края. Сотрудники регионального центра компетенции длительное время подбирались по определенным критериям, с определенными знаниями, опытом, практикой и так далее, но несмотря на все это, они проходили достаточно длинный период стажировки в федеральном центре компетенции, который составил порядка 9 месяцев. У кого-то, может быть, это больше было. И вот в рамках этого времени сотрудники, во-первых, на практике ознакомились с методологиями и с различными инструментами бережливого производства, которые они еще не применяли в своей практической деятельности. После этого сотрудники регионального центра компетенции подтверждали свои компетенции в федеральном центре компетенции, ну, другими словами, защищали свое право самостоятельно вести проекты. И после того, когда они подтвердили свои компетенции, была предоставлена возможность к самостоятельной реализации проекта. С этого периода времени в крае прошло уже достаточно немало времени, потому что этот этап мы прошли в 2020 году. И с 2020 года региональный центр компетенции Ставропольского края самостоятельно имеет полное право реализации проектов. На сегодняшний день уже законченных проектов под региональным управлением в Ставропольском крае более 30 проектов. Это различных сфер экономической деятельности. Это и сельское хозяйство, это и обрабатывающая промышленность, это и отрасли ЖКХ, и торговля. Поэтому, вот опять же, в части реализации проектов, методологией и требованиями, которые предъявляются в части адресной поддержки, проект длится на предприятии под региональным управлением не менее 6 месяцев. 6 месяцев – это вот только этап, в результате которого будут определены и выявлены проблемы, и предложен план к их реализации или устранению. Ну, если в целом рассказать немножко о проекте, то проект можно разложить на три этапа. Первый этап – это этап подготовки. Потому что, когда мы приходим в любую организацию или предприятие, для того, чтобы общаться на одном языке, мы должны сначала подготовить коллектив. Соответственно, этап подготовки, он включает в себя и определение того самого потока, над которым будет проводиться работа, определение рабочей группы, ну, другими словами, сформировать необходимый ресурс, для того, чтобы потом можно было с этим ресурсом уже двигаться по проекту. Вот этот этап подготовки, он может занимать от двух месяцев до трех недель. В зависимости, конечно, от готовности самого предприятия. После того, когда прошел этап подготовки, который в том числе включает в себя прохождение в обязательном порядке обучения по инструментам бережливого производства. В рамках этого обучения дается, ну, где-то порядка семи программ. Это и основа бережливого производства, это и картирование, это и 5С, ну, и так далее, и так далее. После того, когда прошел этап подготовки, идет трехмесячный этап диагностики выбранного потока. То есть в течение трех месяцев идет глубокая диагностика всех процессов, которые от начала до конца этого потока, от границы до границы происходят. После трех месяцев идет, уже предлагается план мероприятий, который позволит этот поток по времени оптимизировать, устранить эти потери и сделать более эффективным. По окончании трех месяцев, когда утверждается этот план внутри компании, идет трехмесячный этап внедрения. По окончании, соответственно, делается анализ, с чего начинали, чем закончили. То есть от и до посмотрели, то есть до и после. До и после, да. И вот если мы говорим о критериях, которые закладываются в рамках реализации этого проекта, основные критерии – это время протекания процесса, это выработка и незавершенное производство. Интересно. Скажем так, это основные критерии. Понятно, что к этим критериям могут добавляться еще другие, это там и по использованию оборудования и так далее. Но основные всегда закладываются, вот эти три, как обязательные. Но там уже в зависимости от специфики производства, компании и так далее. Вот вы знаете, у нас на сегодняшний день 81 предприятие, участник национального проекта, из которых у нас шесть предприятий под самостоятельным управлением, все остальные предприятия – это предприятия, которые пользовались вот этой консалтинговой услугой со стороны или федерального центра компетенции, как это было в начале реализации национального проекта в Крае, а сегодня это вот работа регионального центра. Из всех этих предприятий сказать, что у нас есть хоть один проект, похожий на какой-либо из них, ну, этого сказать невозможно. Каждый проект, каждое предприятие отличается друг от друга, у каждого есть свои тонкости, свои особенности, и в этом возникает всегда интерес в реализации проектов, в подходах этих проектов, потому что да, есть методология, да, есть инструмент, мы знаем, понимаем, что он универсальный. Допустим, если мы говорим там о инструменте, без которого невозможно определить и показать, увидеть пересечение движения потоков информационных или материальных, такой инструмент универсальный является картированием. Но картирование для того, чтобы его реализовать, в каждый проект, оно будет всегда не похоже друг на друга, ну, просто никак. Да, интересно. А вот если вкратце уже в завершении программы, как стать участниками? Я думаю, нас сейчас посмотрели зрители, мы тоже хотим. Ну, в рамках, как и, наверное, в любом проекте, который реализуется в нашем государстве, есть определенные требования и критерии. Для того, чтобы стать участником национального проекта, необходимо соответствовать этим критериям. Такие критерии, они четко регламентированы и определены. Это выручка у предприятия до года вхождения в национальный проект должна быть не менее 400 миллионов рублей. Предприятие не должно являться в стадии банкротства, ликвидации или иметь задолженности перед фондами, налогами и так далее. А у предприятия не должно быть более 50% иностранных резидентов. Ну, и, наверное, один из таких немаловажных критериев, руководящий состав предприятия, ну, или другими словами, собственники, в том числе предприятия, должны хотеть применять вот те самые технологии, инструменты бережливого производства, которые приведут их к этим изменениям. Ну, скажем так, это основные критерии, по которым можно было бы, скажем так, определить и сказать, что да, заходите, становитесь, и вы пройдете. У нас поданных заявок по Ставропольскому краю больше 200, а участников национального проекта всего 81. Ну, это хорошо, что желающих много. Да. И, ну, знаете, опять же, нам есть, я уже могу так с уверенностью говорить, нам есть чем хвастаться, потому что если мы сейчас, допустим, подведем, пусть короткие, но тем не менее, итоги реализации национального проекта, мы можем смело сказать, что вот даже я со статистика небольшой такой пришел к вам, если мы говорим в среднем о цифрах при реализации национального проекта, среднее значение выборки из 41 предприятий, которые являются участниками национального проекта под региональным управлением, то время протекания процесса у нас в среднем по этим предприятиям сократилось на 28%, незавершенное производство у нас сократилось на 32%, а выработка увеличилась на 36%. А если мы говорим, допустим, о динамике прибыли предприятий участникам национального проекта под региональным управлением в интервале с 2019 по 2021 год, то здесь мы тоже можем привести такие примеры, что в 2020 году у нас прибыль у предприятий участника национального проекта выросла почти на 18 миллионов рублей, а в 2021 эта прибыль уже выросла на 78 миллионов рублей у участников национального проекта. По этому это среднее значение, но тем не менее. Динамика расходов на оплату труда, что тоже немаловажно, это не является основным критерием, но мы его для себя сами вывели. В 2021 году у нас динамика расходов на оплату труда у предприятий, участников национального проекта, выросла на 23 миллиона рублей. Здорово, Вячеслав Алексеевич, вот на этой прекрасной положительной ноте мы нашу беседу с вами закончим, и это здорово. И я думаю, что эти показатели будут еще лучше. Спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся и желаем вам хорошего настроения. И оставайтесь с нами, оставайтесь на своем. До новых встреч.